Всем привет! Это история от Анонима. Сейчас я ее зачитаю, дам свои рекомендации. Если вам нравятся подобные видео, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Мы приступаем. Решила с вами поделиться своей историей, но она достаточно откровенная. Пожалуйста, опубликуйте видео, если уровень откровенности подходит для вашего канала. Начну с того, что мне 34 года, я живу в Германии. Я была замужем 14 лет и брак не был счастливым, но все эти годы я пыталась быть примерной, правильной женой во всем. Я во всем ограничивала себя, жила в первую очередь для мужа, для семьи и для ребенка. Бывший муж, азербайджанец, ходить никуда мне не разрешал, и кроме быта дома я, по сути, ничего с ним и не видела. Я по натуре вообще эмоциональная, веселая, жизнерадостная, но в браке все мои эмоции просто были тогда подавлены, и была какая-то бесконечная тоска. Никакого внимания от мужа я не получала, а лишь потребительское отношение к себе. И тогда я решила, что что же, не хочу быть жертвой, надо жить для себя. Я не хотела для себя такой унылой жизни и, наконец-то, разошлась с мужем. И, честно говоря, после того, как брак мой закончен, мне вообще даже не хочется серьезных отношений. На данный момент мне нравится жить вдвоем с дочерью, и я просто кайфую в разводе и живу как хочу, ничего не терплю. И мне в этот момент захотелось просто флирта, внимания, легких каких-то отношений. И впервые в жизни я пошла против своих принципов и переступила через какие-то женские принципы и жесткие рамки. Задумалась о том, не найти ли мне просто какого-то любовника для легких отношений. Чтобы просто кайфовать, наслаждаться жизнью, но ничего серьезного, я напомню, я не хотела. Я хотела вместе проводить время, но при этом не быть чем-то обязанной. Я не думала никогда, что смогу вот так. И семейные ценности всегда стояли у меня на первом месте. И муж мой единственный. И за 34 года ничего подобного со мной не происходило. Но решила, что если есть такое желание, значит, не хочу я его в себе подавлять. Будет как будет. Короче, в кафе я познакомилась с мужчиной-турком. Ему 30 лет. Внешне очень мне понравился. Да и вообще мне нравятся восточные мужчины. И он был полностью в моем вкусе. Мы немножко пообщались с ним на турецком, немного на русском. Он вел себя очень воспитанно, сдержанно, прилично. Но по глазам его было видно. Ох, он хитер. Аккуратно рассматривал у меня с ног до головы. Постоянно улыбался. Он, конечно, красавчик. Очень стильно одет. Хорошая машина. И мне сразу показалось, что он, конечно же, бабник, раз так выглядит. Меня это не смутило, так как я подумала, слушайте, я же хочу легких отношений. Наверное, это именно то, что и нужно. Это мой вариант. Но дело не в том, что я не люблю себя или согласна на малое. А просто в том, что я не готова сейчас к чему-то серьезному. Хорошо себя анализируете. Вы сразу увидели в нем безопасного папника, который на серьезные отношения, а вы травмированы после брака, не будет вас склонять и давить на вас. Короче, мне хочется страсти, эмоций, а не жить с кем-то. Так что прошу милых подписчиц не судить меня строго. Так, короче, общались мы с этим мужчиной уже три месяца. Я не стеснялась проявлять инициативу, свою симпатию. Честно скажу, для меня это не похоже на меня. Обычно я закрытая и сдержанная с мужчинами была раньше. Я ему писала первое, если хотела. Всячески намекала на легкие отношения. Он общался со мной очень тактично, но тоже проявлял симпатию в ответ. Виделись мы с ним не очень часто, больше мы с ним переписывались. Он всегда пытался показать из себя добропорядочного, приличного. Но я-то была уверена, что он общается со мной радиоинтимно. Я ждала, пока он сам начнет себя как-то проявлять, какую-то инициативу в сексуальном плане. Короче, мне было совсем непонятно, зачем три месяца тянется все это пассивное общение. Короче говоря, пошел тогда второй месяц переписок ни о чем. Мне это надоело. Я решила взять инициативу в свои руки наконец-то. И спросила у него, что же он хочет от меня. И хочет ли он меня как женщину вообще-то. На что он ответил, что я неправильно его поняла. И что моя любовь для него важнее всего на свете. Исмайлики смеющиеся. Конечно же, я в эту лапшу не поверила. Потому что по его пассивному общению и отсутствию поступков было понятно сразу, что он, как и я, ничего серьезного не хочет. Никуда отношения никак, общение не развивает. Я ему тогда ответила, у меня нет к тебе любви. Еще раз спросила, не хочет ли он встретиться и просто приятно провести время. Но он снова не дал прямой мне ответ. Он написал, что ему важно мое желание. Спросил, хочу ли я его. А я написала прямо, что да. И тогда, наконец-то, он ответил, о, я тоже. Мы договорились, что встретимся на выходных. Договорились, что встретимся и поедем в отель. И, если честно, я не ожидала такого поведения от мужчины. Он начал писать мне просто каждый день. Тут смайлик в руко лицо. Спрашивал, что я делаю с утра до вечера. Писал мне о том, как проходит его день. Снимал на видео, как едет домой с работы. И не только. Хотя ранее ежедневной переписки у нас никогда с ним не было. Мы переписывались изредка от случая к случаю. Настал воскресный день. Мы переписывались целый день. Он спрашивал, готова ли я к вечеру. А потом отменил нашу встречу за полчаса, написав, что ему срочно нужно уехать к другу, который попал в аварию. И много раз извинился. Я подумала тогда, ну, мало ли, вообще-то всякое бывает. Спокойно к этому отнеслась, отреагировала. Потом, через несколько дней я спросила, состоится ли наша встреча. Он ответил, конечно, состоится. Что он очень хочет меня, хочет нашей встречи. В общем, увидимся в субботу. В пятницу он присылает мне видео, что у него машина сломана, она в сервисе. И, видимо, встреча снова наша в пролете. Если честно, я подумала, что у него проблемы с головой какие-то. То ли у него есть девушка, может быть, жена, я не знаю. Он уверял, что девушки у него нет, отношений у него никаких не было на тот момент. И женат он вообще никогда не был. Может, вы как психолог объясните, пожалуйста, с чем все это связано, такое поведение. В общем, еще несколько раз были попытки встречи с моей и с его стороны. Но то мне было неудобно некогда в этот день, то у него опять какие-то дела и всякие, какие-то проблемы. Короче, встреча все никак не состоялась. Потом однажды он сам предложил остаться у него. Я согласилась и решила, что это будет уже последняя попытка увидеться. Мне показалось, это вообще все нездоровым, что встретиться ради секса и все как бы, да? Так сложно разве? Мне казалось, возможно, он не уверен в себе. У него какие-то комплексы есть, или он не хочет, или у него вообще кто-то есть. У меня были разные мысли. Я написала ему, что снова случилось. Он ответил, что снова сломалась машина, и он забыл меня об этом предупредить. И тут я не выдержала и написала ему, что он странный на всю голову, что я больше не собираюсь общаться с ним. И это была последняя просто попытка для нашей встречи, видимо, не судьба нам с ним общаться. Пожелала ему спокойной ночи и попрощалась. Он тут же ответил, подожди, не ложись спать. Я сейчас возьму машину у друга и приеду за тобой. Пожалуйста, подожди. Через 15 минут он приехал, извинился. Галина, что это вообще такое было? Я не поняла. Все закончилось так быстро, что я ничего не успела понять. Он отвез меня домой, обнимал в машине и спрашивал, все ли было хорошо. Если честно, я была так разочарована, что ответила «да» и натянула улыбку. Пожалела просто ему, пожалела его, пожелала спокойной ночи и пули выбежала из машины. Прошла неделя, он не писал, и я тоже. Мне казалось, что, ну, не понравилось, наверное, не только мне, но, скорее всего, и ему. Я решила дать еще один шанс раскрыться ему и подумала, что он переволновался, может быть. Я снова написала, он сразу же пригласил меня к себе. Он был более эмоционален в этот раз, больше расслаблен. Всю ночь ему приходили сообщения из Инстаграма. Звук был очень громкий и будил меня. Телефон лежал рядом со мной, и из любопытства я открыла переписку. Я увидела немеленное количество сообщений, где он абсолютно разным по внешности девушкам пишет о встрече, договаривается о чем-то. Уговаривает их попить с ним кофе, просто увидеться, и все одно и то же и для всех. И понятное дело, что и в период нашего общения было то же самое. И тут-то до меня дошло, почему отменялись наши встречи. Видимо, уделить нескольким девушкам внимание в одно время, это очень сложно. Поэтому у него периодически ломалась машина. Наверное, для него сам азарт добиться и уговорить самому девушку. А когда я к нему вот такая, с инициативой, ему было просто неинтересно. В переписках было видно, как он любит, чтобы к нему проявляли чувства какие-то, чтобы он был важным для девушки, чтобы он в рот заглядывали. Когда девушки залипают на него, это тоже было важным. Мне показалось, что сам процесс и игра важна для него, так как, естественно, 10 девушек одновременно не могут нравиться ему. Но я думала, что бабники горячие, активные любовники, а здесь мне показалась какая-то неуверенность в себе, что ли. И почему встречи проходили только по моей инициативе в основном. Он всегда соглашается, но сам предлагал только один раз встретиться. Но меня очень интересует для дальнейшего опыта и выводов, с чем связано такое поведение. Объясните, пожалуйста, с точки зрения, как психолог, чтобы знать на будущее. О, здесь очень все просто и предсказуемо. Вы уже, в принципе, все проанализировали и сказали, да? Вот смотрите, возьмем базово. Когда мужчины бабники, назовем тогда, они поднимают свою самооценку за счет внимания, любви, внимания, красивых девушек, их нахождения рядом. Это может быть несколько разные аспекты. Вот у этого чувака, в частности, ему нравится сам вариант охоты, скажем так. Ему нравится хорошо выглядеть. Ему нравится своим внешним видом, это про самооценку, покорять, завоевывать, видеть, когда ему в рот заглядывают, на чувства какие-то выводить. Ему нравится, когда девушка влюблена или испытывают к нему симпатию. Ему нравится сам процесс, именно он о чем сфокусирован, влюблять, назовем так, в себя. Потом девушкой пользоваться, ни до чего серьезного не доводить. То есть ему нужен прям вот эта любовь, заглядывание в рот. Знаете, что это? Безусловная любовь, ему этой любви не хватало с мамой. Здесь однозначно зацикленная история на маме и его, любовь которой надо было завоевывать, скорее всего, располагать к себе, быть каким-то хорошим и послушным. Тогда мама тебя отмечала, гладила по головке, не знаю, ложила к себе спать, если ты маленький и тому подобное, да, внимала, целовала или что-то подобное. Какие-то симпатии проявляла, тактильные, скорее всего. Ему, да, неинтересно, когда его берут нахрапом, когда к нему проявляют инициативу, потому что у него есть фиксация, если мы Фрейда берем на маме, то, что любовь надо завоевывать, добиваться, располагать. И у него вот этот весь кайф от самого процесса, когда он добивается результата и девушка в рот ему заглядывает, да, влюбляется, короче говоря. Когда нахрапом, когда ты сама проявляешься инициативу, это вообще не его схема, ему это неинтересно, ему это не нужно. Это тот чувак, который вот общается, переписывается с десятью, он от каждой берет вот это заискивание какое-то, расположение, влюбленность, ходит на свидание. Это тот чувак, который потом пропадет, поматросит и бросит на недельку, на месяц, на два, никогда с ним ничего серьезного не будет, не про отношения. Ему важен даже, ему больше скажу, важен не секс, ему важна охота, сам процесс залипания вот этих переписок, эмоций, которые к нему испытывают женщины. Вот что ему нужно. Эмоция, любовь, признание от женщины. Все. Если вы спросите, ну что, можно было найти, влюбиться там с кем-то, как-то серьезные отношения построить, чтобы всю жизнь тебе жена в рот заглядывала, да, и любила тебя. Одна, это неинтересно, ему надо много. Почему? А количество, разные эмоции, каждая новая такая девушка, она дает новый адреналинчик. Это новый опыт, это новая задача, это новая вот эта разгадка. Это ему именно вот это первое нужно, вот сам процесс запуска отношений. Ему не нужны долгосрочные, это неинтересно. Знаете, почему? Потому что потом страшно. Потом критика начинается, надо соответствовать чему-то, в отношениях что-то делать надо, напрягаться. От тобой могут быть недовольны. Знаете, чем он боится? Боится критики, неодобрения, отсутствие любви, легкости, ответственности, боится взрослого всего. Потому что все это мама применяла к нему в детстве. Он хочет только сливки первые влюбленности снимать. А дальше нести ответственность за отношения он не хочет. Поэтому у него устраиваются такие взаимосвязи. В частности, вы ему почему, да, и он продолжит почему общение, он в принципе не умеет отказывать. Вот ему в руки готовая рыбка идет, как вы. Он не откажет, но и инициативу не проявляет. Отказать, сказать нет, быть плохим для женщины, оскорбить ее тоже. Все, это не про него история. Он сливается, он убегает, он ребенок. Но он не злой, не озлобленный, не агрессивный, не жестко отказывающий, не обижающий, не доминирующий. Это тоже не про него. Он тюфяк, который просто свою самооценку научился поднимать за счет красивых. С его внешнего вида ухоженности, комплиментов, симпатий с девушкой. Вот это вот он хорошо проработал, знает, как себя подать, как начать. Дальше, что делать с отношениями, как их развивать, он не хочет, не знает. Ему это все страшно. Если мы берем бабники, так как вы говорите, активные, вот типа вы думали, что в сексе он какой-то там будет, как правило, в большинстве случаев за этим ничего не стоит. Ничего этого нет. Оболочка, вот у мужчин очень часто, оболочка, которую вы видите, брутальность, серьезность, все прочее, это оболочка только. К сожалению, в большинстве случаев так же, как и у девушек, оболочка, а в голове может быть пусто, с ней не о чем поговорить. И если мы делаем вывод какой-то, старайтесь выбирать что-то среднее. Вот часто скажу, там всегда все самое интересное. Когда у человека внутри наполнено, когда здесь есть, здесь есть, ему не надо слишком достраивать внешнюю оболочку. То есть он может быть природокрасивым, там еще каким-то, да, интересным. Просто какая-то, знаете, уровень у мужчины и женщины, это мой уже личный взгляд, не чисто психологический, а мой личный, это какое-то обрамление симпатичное, ухоженность, да, но не когда это экстра чересчур, когда это супер-мега-качок, и он прям визуально старается показать себя мега-брутальным, наглым мужиком, самцом, бабником или еще кем-то. Это уже про проблемы. Это когда натренингованная, чересчур, экстра, не просто ухоженная, да, девушка, а когда это уже, ну, скажем так, как-то форматируется мозг, да, на эту тему, зацикленность какая-то, когда внутри очень пусто, но человек пытается внешностью или хорошими знакомствами, очень часто люди добирают свою самооценку за счет окружения своего. Очень часто, когда низкая самооценка, это тянутся к другому кругу, богаче, интеллектуальнее к людям, еще кому-то, добирая этим обществом, мужем, женой, окружающими, друзьями, там, коллективом, компанией, в которой работаешь, именно само окружение кажется, и я становлюсь тогда лучше. Вот у этого чувака мы все прекрасно видим. Дофига 10 разных девушек разного типажа, ему нужно количество, чтобы утвердиться для себя, для своей самооценки. Но это дело не для эго, не для самости, не для секса, а для самооценки. Ему важно было количество девушек, с которыми он начинает, типа, общение, флирт, вот это отношение, вот что ему нужно было. Поэтому, как вы спросили, выводы на будущее, можно брать, скажем так, встречаться, общаться, внешность вообще никогда не показатель. Вы можете пообщаться с среднестатистическим обычным парнем и понять, насколько это классный, хороший человек, он может быть очень добрым, хорошим семьянином, достоинством к женщине относиться, у него хорошие отношения с родителями, прочные, надежные, они хорошие ценности ему привили человеческие, да. Может быть, он не супер-мачо, не супер-ухоженный, там прям вообще вылезанный, да, до идеала. Ну, обычный, нормальный, добротный, скажем так, надежный друг, человек, товарищ, супруг, такой может быть хорошим папой и так далее. Вот на это надо обращать внимание, на общение. Если вы идете на первое свидание и видите, что он там стесняется чего-то как-то, это не кажется. Дай бог, потом человек может раскрыться как-то, но вот это первое впечатление, оно, к сожалению, не всегда оно обманчивое, а настоящее. Если он уверен в себе, внутри стержень есть опора, он и на первом свидании будет с опорой, скажу честно. Если он будет чересчур наглый, борзый и так далее, тоже на это обращайте внимание. Он пытается казаться таким, позировать. Вообще обращайте внимание, с парнями идете на встречи первые, там, с приложениями, когда знакомитесь или как-то знакомитесь где-то, на первых свиданиях обращают внимание, как он общается с окружающими, с официантами, там, с парковщиком, с людьми в ресторане, где ли вы, в кафе, конфликтует ли он с кем-то, уважительно ли он к людям относится. Это и есть то, бессознательно у него вылазит, как он к людям, его уважение к окружающим, на это обращайте внимание. Оставляет ли он чаевые, и вот эти вот моментики очень важные. В свою очередь он у вас будет тоже сканировать на ваше какое-то поведение. Надеюсь, ответила на ваш вопрос. Спасибо за внимание. Кто хочет, также присылайте вашу историю. Почта в инфобоксе под видео. Тема письма «История от Анонима». Пожалуйста, прошу, не присылайте мне то же самое, что отправляйте другим блогерам. Не хочу повторяться и снимать то, что уже там кто-то что-то ответил. Я этим не люблю заниматься. Вычитывать в комментариях, что это то же самое, а я там-то где-то это слышала, господи. Вот, если кому-то нужна консультация психологическая от меня, тема письма «Консультация», а почта точно такая же в инфобоксе под видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии, что вы думаете по истории, которая прозвучала в видео. Был ли у вас такой опыт, таких вот мачо, которые по факту вот такие никакие оказались. Скоро увидимся. Всем пока.